В Химках завершился турнир по футболу среди учащихся школ на кубок футбольного клуба Химки. 25 команд из 20 школ в течение нескольких дней продвигались к финалу. В заключительный день соревнований за звание лучших боролись 4 команды – ученики 5-х, 6-х классов и 7-х, 8-х. Всего в турнире приняли участие несколько сотен детей. В преддверии финала юные футболисты поделились своими эмоциями. Ты получаешь какой-то игровой опыт, получаешь игровые навыки и развиваешь свою технику и другие способности. После каждого турнира уже не так страшно становится играть и получаешь от игры удовольствие. Здесь дают такую впечатлительную эмоцию, когда человек может насладиться игрой, когда ты чувствуешь, что ты как такой профессиональный футболист. В общем, очень интересно играть тут круто. Турнир прошел впервые по инициативе сотрудников отдела по работе с болельщиками футбольного клуба «Химки» при поддержке администрации города. Организаторы старались привлечь к соревнованиям школьников, которые не занимаются в секциях по футболу. По регламенту «нефутбольные дети» допускается по положению не более трех человек из спортшкол. Поэтому, наверное, цель турнира – это приобщение непрофессионально занимающихся детей футболом к футболу, популяризации здорового образа жизни и футбольного клуба «Химки». Финал среди команд помладших из школ номер 5 и номер 32, а также старших футболистов из гимназии номер 4 и школы номер 27, оказался результативным. Ребята много забивали. Не обошлось без игровых травм. Благо, на поле работали медики и оказывали помощь. По итогам финала лучшими оказались команды из школ номер 27 и номер 32. Победители и призеры получили кубки и медали из рук профессиональных футболистов футбольного клуба «Химки» Станислава Черчесова и Неманьи Главчича. Также наградили лучшего вратаря, бомбардира и игрока турнира. Организаторы планируют сделать соревнования по футболу среди учащихся школ на кубок футбольного клуба «Химки» традиционными.